А перед началом ролика хотим рассказать вам о проекте Эзра Киил. Команда энтузиастов разрабатывает руглайк по вселенной Вархаммер 40 тысяч. Если вы отпишетесь на их бусте, то существенно поможете команде разработчиков энтузиастов воплотить свой проект в жизнь. А мы получим неплохой проект по Вархаммер 40 тысяч. Ссылка в описании. Лев Эль Джонсон, считавшийся погибшим после разрушения Калибана, спустя 10 тысяч лет после Ереси Хоруса, наконец возвращается в Империю. Примарх проснулся в таинственном царстве, известном как Зеркало Калибана, без своих воспоминаний после тысячелетий сна. Леон предполагает, что это царство, примыкающее к Варпу, которое, возможно, было вызвано из воспоминаний юности. Независимо от того, как далеко тот путешествует, лес не имеет конца. Во время изучения места, в котором он очнулся, лев обнаруживает лодку с рыбачащим на ней старцем на борту. Но все попытки заговорить с ним оканчиваются неудачей, пока в ситуацию не вмешивается один из смотрящих во тьме. На спокойной широкой реке перед замком виднеется лодка. Она маленькая, деревянная и некрашенная. Места в ней хватает для одного человека, и действительно, там кто-то сидит. Идущий способен рассмотреть его даже на таком расстоянии. Человек стар, но не в том аспекте, что отразился на чертах самого слушающего. Время не избороздило лицо сидящего в лодке морщинами, а истерзало его облик. Запавшие щеки, исхудалые руки и ноги, пепельно-бурая кожа, прежде явно обладавшая насыщенным каштановым цветом, длинные безжизненные волосы, тускло-серые и спутанные. Тем не менее, на седой голове возлежит корона. Да, это просто золотой обруч, но все равно венец. В ослабевших руках с опухшими суставами пальцев человек держит удочку. Леска уже заброшена в воду. Ссутулившись, словно от боли, маленький древний старец сидит в маленькой простой лодке. Идущий не тратит время на раздумья о том, зачем королю так рыбачить. Ему известен глубинный смысл подобных образов, хотя он не понимает, откуда пришло знание. Но это его не беспокоит. Перед ним, наконец, возник кто-то, у кого могут найтись ответы. «Приветствую!» – зовет он. У него сильный, звучный и густой голос, хотя и слегка грубоватый. То ли из-за возраста, то ли из-за долгого бездействия связок, то ли и от того, и от другого вместе. Клич разносится над водой. Старый король в лодке на мгновение зажмуривается, а когда вновь открывает глаза, то смотрит прямо на идущего. «Что это за место?» – требовательно спрашивает тот. Старый король опять смыкает веки, а затем вновь сосредоточенно взирает на водную гладь. Он почти не уделил идущему внимания, как будто пренебрежительно отстранился. Идущий понимает, что не привык к тому, чтобы его игнорировали, и что подобное отношение ему не нравится. Он ступает в воду, намереваясь перейти реку вброд, чтобы король уже не смог так просто от него отмахиваться. Течение не беспокоит идущего, ведь его руки и ноги мощны, а на подсознательном уровне он знает, что доспех герметичен. Если же надеть шлем, то удастся даже дышать под водой. Он успевает сделать всего несколько шагов и зайти в реку по колено, когда вдруг видит в воде тени. Они огромны и рыскают вокруг небольшой лодки. Они не клюют на леску, но и не опрокидывают судно, где сидит рыбак. И то, и другое обернулось бы катастрофой. Помимо того, идущий понимает, что рыбак ранен. Он не видит, как именно, однако чувствует, что пахнет кровью. Ноздри щекочет густой медный аромат. Идущий не наслаждается им, но и не находит его отталкивающим. Это просто запах, который можно разобрать и понять. Кровь короля сочится в воду капля за каплей. Возможно, именно она привлекает тени. А может, они все равно бы приплыли сюда. Некоторые тени отделяются от группы и направляются к идущему. Но он не из тех, кого можно легко запугать. Но ему не чуждо понятие опасности. Ему неведомо, что это за тени в воде, но движутся они, как хищники. Возвращайся на берег. Идущий резко оборачивается. На земле стоит маленькая фигурка, закутанная в темно-зеленые одеяния, отчего она практически сливается с окружением. Размерами та напоминает ребенка, однако идущий знает, что перед ним нечто совсем иное. Это смотрящий во тьме. Возвращайся на берег, повторяет существо. Хотя его способ общения едва ли можно назвать речью. Нет никаких звуков. Идущий просто ощущает, как в его сознание вкладывают смысл слов. В голосе все равно чувствуется растущая назойливость. Идущий понимает, что он не из тех, кто уклоняется от брошенного ему вызова, но ему также не хочется игнорировать смотрящего во тьме. Между ними есть некие узы, связь с прошлым, которые он вроде бы обязан помнить. Идущий бредет назад и выходит на берег. Приближавшиеся тени какое-то мгновение мешкают, а затем делают круг и возвращаются к королю в лодке. «Они уничтожили бы тебя», – произносит смотрящий. Идущий понимает, что тот говорит о тенях. Теперь в его голове возникают дополнительные слои смыслов. Ментальный осадок чувств, переданных ему смотрящим. Среди них таится не только отвращение, но и страх. «Что это за место?» – вопрошает он. «Дом». Смотрящий во тьме сообщил примарху, что король способен отвечать на вопросы, если ему задать правильный. Его можно найти либо рыбачащим на лодке в реке, либо сидящим в замке, который расположен неподалеку. Но где бы ни был король, голодные тени всегда находятся рядом с ним. Они могут представлять угрозу для любого, кто привлекает внимание теней, но они никогда не уйдут далеко от старого короля. Затем лев двинулся дальше и обнаружил куполообразное здание, но снова появился смотрящий и предостерег примарха от входа в него, заявив, что он еще недостаточно силен, чтобы пройти внутрь. Когда раздраженный лев спросил, что ему следует делать вместо этого, чтобы понять, где он находится, наблюдатель сказал примарху следовать своей природе. Это заставило льва Эль Джонсона следовать за смрадом порчи хаоса. «Не иди этим путем», – предупреждает смотрящий. «Ты еще недостаточно силен». Идущий смотрит на крошечное создание, едва достающее ему до колен, после чего делает глубокий вдох и поводит плечами под доспехом. Предположительно, если сейчас он стар, то когда-то был молод. Может, тогда он обладал и большей силой? Так или иначе, сейчас тело не кажется хилым. «Тебе понадобится иная сила». Он суживает глаза. «Ты предостерегаешь меня от всего, что помогло бы разобраться в моем положении. Что же ты мне предлагаешь?» «Следуй своей природе». Идущий вновь делает вдох. Он собирается резко ответить. Когда ему отказывают, он испытывает такое же недовольство, как и когда его игнорируют. Однако он медлит и втягивает носом в воздух. Потом принюхивается еще раз. Что-то не так. Его окружают густые и богатые запахи леса, несущие нотки как жизни, так и смерти. Но теперь нос улавливает что-то еще. Нечто подспудное и прогорклое, причем необычный естественный смрад гниения или распада. Нет, это что-то намного худшее, гораздо более отталкивающее. Порча. Нечто неправильное и искаженное. То, чему здесь не место. То, чего по сути вообще не должно существовать. Идущий знает, что ему нужно делать. Он обязан следовать своей природе. Охотник ступает вперед, переходит на бег и устремляется в погоню за добычей. Идя по запаху порчи, примарх чувствует, что по мере продвижения все окружение леса начинает меняться, а окружающий его туман постепенно рассеивается и обнаруживает, что не представляет, где находится, равно как не понимал по-настоящему, где пребывал до того, однако осознает, что попал в другое место. Он уже не дома. Продвигаясь вперед, лев натыкается на стаю хищников, нападающих на троих путников. Не теряя ни секунды, примарх бросился на помощь. После своего спасения, выжившие люди рассказывают льву, что мир, в который его забросило, носит имя Камарт, и о своем лагере, который находится под защитой некоего защитника, который, по их мнению, захотел бы встретиться с примархом. Однако по прибытии в лагерь, защитник, который оказался космодесантником в черных доспехах, едва завидев примарха, сразу вступает с ним в битву. Охотник бросается вправо, потому что слева от него находятся люди, он бы никого из них не задел, однако ему не хочется, чтобы болт снаряда летели в их сторону. Смертные лишены его проворства, живучести или брони, поэтому их способно погубить даже попадание по касательной. Одним скачком, преодолев 6 метров, ловче приземляется на ладони, что позволяет смягчить удар и распределить вес. Опираясь на левую руку, он слегка поворачивает тело, чтобы привести ноги в нужное положение. Ступни упираются в землю лишь на мгновение, после чего охотник вновь отталкивается. Он совершает еще один невероятно стремительный прыжок. Лев Эль Джонсон, примарх Первого Легиона, сталкивается с космодесантником и валит его на землю. Воин пытается навести пистолеты, но лев, будто бы походя, выбивает у него оружие. Мысли все еще мечутся в голове примарха, но некоторые находят себе пристанище, чего ему хватает, чтобы вспомнить, кто он и что с ним случилось. Колебан, Орден, Отец, Братья. Гнусный предатель Хорус, трижды проклятое чудовище по имени Керс, благородный Сангвини с трагической судьбой, вспыльчивый хвостун Рус и несносный Рабаут. Лев смотрит, как горят родные планеты вероломных братьев, уничтоженные по его приказу. Смотрит, как горит терра из-за того, что он опоздал. Примарх встречается лицом к лицу с Лютером и по нему бьет волна горя от осознания того, во что превратился старый друг. Вал накатывает вновь, едва не накрывая его. А затем, затем, ничего. Лишь лес до река. Эль Джонсон придавливает противника к земле, пока тот не схватился за боевой нож или цепной меч на поясе и быстро осматривает черный доспех. Хотя броня потерта и покрыта вмятинами, на латах все еще видны символы, которые ничего не скажут тем, кто не входил в первый легион. Для примарха же они ясны, как черты людей вокруг. Рыцарь второго отделения разрушителей третьей роты пятнадцатого капитула. Диакон ордена трех ключей и посвященный крыла ужаса. На поверхность всплывает еще больше воспоминаний, и они приносят с собой имя обладателя этих титулов. Забриил. Выражение лица космодесантника скрывает шлем, однако Эль Джонсон чувствует, как тот перестает бороться. Впрочем, возникает напряжение другого рода, которое примарх тоже ощущает. Легионос Астартес не ведают страха, однако, насколько может судить лев, Забриила охватывает чувство, довольно близкое к боязни. «Слезь с него!» кричит кто-то в десяти шагах позади и в трех справа от примарха. «Он наш защитник!» «Он предатель!» рявкает лев, слова гулка резонируют в его горле, а их смысл закрепляется в мозгу, стоит им сорваться с губ. Да, предатель, как и лютер. Примарх вспоминает обозначение всех подразделений, отосланных им на колебан, и отделение Забриила среди них. «Предатель, который сейчас, во второй раз, пытался убить меня!» «Это ты, предатель!» Ярится космодесантник под ним. «Ты бросил нас! Ты бросил, колебан! И бросил империум!» «Ложь!» рычит Эль Джонсон, но слова Забриила, словно когти вонзаются в расставленные раны. Лев знает, что никогда не собирался бросать империум, но сколь много раз он задавался вопросом, правильно ли выбрал курс действий. Кемос, Нуцерия, Барбарус, его сыны уничтожили эти миры, стараясь отвлечь предателей от Терры, расчистить путь для Сангвиния и Девятого. А что, если бы Темные Ангелы ринулись вперед, не считаясь ни с чем? Что, если бы Эль Джонсон превратил свой Легион в наконечник копья, столь любимый сынами Хоруса, и вонзил его в горло брату-изменнику? Спасло бы это жизнь отцу Льва. «Ложь! Тогда где ты был десять тысяч лет?» вопрошает Забриил. Примарх открывает рот, чтобы назвать того глупцом, но теряет дар речи. Он хочет потребовать от Забриила повторить, хотя это бессмысленно, ведь Лев все прекрасно слышал. В смысле слов нет сомнений, но вот то, что за ним кроется, парализует Примарха, вводя его в чуждое ему состояние неуверенности. Сглотнув комок, Эль Джонсон откидывается назад и отпускает руки Забриила. «Сними шлем!» «Что?» «Сними шлем!» рычит Примарх. «Или я сам его сорву!» На мгновение Леву кажется, что Забриил сейчас потянется к оружию, но Темный Ангел поднимает руки и, подчиняясь, размыкает крепление шлема. Между тем, Эль Джонсон повторно оценивает состояние брони и оружия своего вероломного сына. Доспех не просто поврежден, он получал ущерб, его небезупречно ремонтировали и так много раз. Все эти отметины не результат одного крупного боя, а последствия долгого использования. Согласно процедурам Легиона, латы давно уже следовало бы заменить. Забриил снимает шлем и его лицо открывается взору Примарха. Лев обращается к воспоминаниям и обнаруживает практически точное совпадение. Забриил, тиранин, кожа неяркого бледного коричневого оттенка, черные волосы, глаза похожи на темные сапфиры. Ветеран воевал еще с ранних дней существования Легиона. Уже стал зрелым Астартес, когда Эль Джонсон принял командование. Его лицо обильно изборождено морщинами, волосы пронизаны сединой, а кожа отмечена множеством мелких ожоговых рубцов там, где зажили раны. Лев впервые видит космодесантника, выглядящего таким старым. Да, ему встречались улучшенные люди, вроде Кора Фаэрона, этой шавки Ларгара, но подобные воины изначально уступали Астартес. В ряды легионеров их возносили в более старшем возрасте, не подвергая продвинутому процессу генаковки, что так надежно противостояло воздействию времени. Но что бы настоящий космодесантник? Лев медленно поднимает руку в латной перчатке и слегка потирает лицо там, где должны пролегать его собственные морщины. Когда он увидел свое отражение в реке, то не понимал, на что обратить внимание, ибо ему не с чем было сравнить. Теперь же Примарх вспоминает, как выглядел, когда смотрел на себя в последний раз. И поражается. Эль Джонсон трясет головой, цепляясь за то, что ему известно. Нет, 10 тысяч лет это невозможно. Примархи... Я не знаю наверняка, как бы состарились мы, но уверен, что космодесантник давно бы умер. Варп разбросал нас не только сквозь пространство, но и сквозь время, говорит Забриил. Я появился вновь, наверное, лет 400 назад. Четыре сотни лет пряток и бегства от моих младших братьев, с издевкой добавляет он. Мы всегда проявляли целеустремленность, когда сталкивались с врагом, но 10 тысяч лет, проведенных в ненависти и попытках растоптать чувство вины... Воистину, владыка мой лев, ты хорошо обучил своих сыновей. Что за насмешки, рычит Эль Джонсон. Мы вернулись с Терры на Калибан, но обнаружили лишь враждебную нам систему. Вы открыли по нам огонь без предупреждения, а ваши лидеры заключили сделки с... Он вновь вспоминает о людях вокруг, слишком напуганных, чтобы подойти ближе, но при этом слишком увлеченных зрелищем, чтобы отойти. Некоторые наверняка слышат их разговор. Силами, которые называть не буду, заканчивает Примарх, понизив голос. Я не могу объяснить, как прибыл сюда, ибо память вернулась ко мне лишь в тот миг, как я взглянул на тебя. Кое-что мне по-прежнему неведомо, но одно совершенно ясно. Ты вновь пытался убить меня, едва завидев. И почему же моим верным сыновьям не охотятся за такими предателями? Вздохнув, Забриил роняет голову на землю. Его лицо выражает запредельную усталость. Я ничего не знаю про силы, о которых ты говоришь, и не общался с нашими лидерами. Лютером, Астеляном и прочими. Лишь недолго и между делом. К приказу открыть огонь по твоему флоту я тоже не имею никакого отношения. А что до того, как я поступил узре в тебя? Он поднимает голову и смотрит Льву прямо в глаза. К такому Примарх не привык, ведь даже если судить по старым воспоминаниям, мало кто мог выдержать его взгляд. После того, как ты отправил нас на Калибан, я видел тебя лишь однажды. Тогда флот обрушивал на нас огонь, а наши братья высадились на планету, чтобы вести войну. Впервые за годы я мельком заметил тебя. Ты прорубался через ряды новобранцев, которые никогда не взирали на тебя прежде, и в первом своем настоящем сражении в доспехах Первого Легиона они вышли против своего же генного отца и его палачей. Они погибали за считанные мгновения, а ты шел вперед. Наверное, искал Лютера. Больше я тебя не видел. Однако даже после всего, что случилось потом, даже когда мир раскололся, а каждого из нас утащил варп, выражение твоего лица не стерлось у меня из памяти. Я помнил его все эти долгие годы. Ненависть и ярость, беспримесные и безудержные. Ты стремился убить нас, а мы лучше прочих знали, и если ты что-то решил, то тебя ничто не остановит. Хотя ты и постарел, я узнал тебя в тот же миг, как увидел, что ты вышел из нашего леса, ведь твое лицо веками преследовало меня во снах. Я решил, что ты либо жалкое подобие моего примарха, сотворенное хаосом и изрыгнутое великим разломом, дабы мучить меня, либо настоящий лев, который, наконец, явился закончить начатое. В обоих случаях я собирался дать отпор. Лев изучает лицо Забриила, полагаясь не только на глаза, но и на все прочие чувства, однако не обнаруживает ни намека на обман. Космодесантника не выдает двойное сердцебияние, как нет и присущего лжи душка. Впрочем, когда тебя прижимает к земле и обезоруживает примарх, у любого создания сработает реакция «бей или беги», а на таком фоне сложно различить едва уловимые запахи, которые возникают при усиленной тревоге. Эль Джонсон с горечью осознает, что он не всегда хорошо разбирался в людях. На Диамате примарх передал осадные машины Пертураба, дабы тот сокрушил с их помощью зарождающееся восстание хаоса. Лев не разгадал истинных намерений брата, и орудия принесли к гибели гвардии Ворона и Саламандром на Истване 5. Сколько их страданий и кровопролитий удалось бы избежать, если бы он доверился Гиллиману сразу после прибытия Темных Ангелов на Макрак? Вместо этого они оба что-то скрыли, из-за чего столкнулись с катастрофическими последствиями. И так далее, и так далее. Следовало ли ему заглянуть под покров маниакальной любви Ларгара к их отцу, понять, что Ангрон никогда не утолит свою ярость? И, что важнее всего, распознать изъяны Хоруса Луперкаля. Но такие изыскания были чужды природе Льва, ибо он вместе с Первым Легионом взирал лишь вперед, высматривая угрозы во тьме за рубежами государства людей и никогда не оглядывался назад. Впрочем, неудача все равно мучит его. Но имел ли он возможность углядеть червя в сердце одного из величайших дипломатов и стратегов за всю историю рода человеческого, если даже не сумел предвидеть помыслы и действия собственного Легиона? Примарх не находит ответа. Здесь нет его братьев, даже тех, кому он мог доверять, поэтому Эль Джонсон, как часто случалось в прошлом, должен все сделать в одиночку. По твоим словам, я бросил Империум, тихо произносит Лев угрожающим тоном. Клянешься ли ты самым дорогим тебе, что сохранил верность? Что кому бы не присягнули твои командиры, именно ты, Забриил, любил Императора и человечество, а обратился против своих братьев и меня лишь потому, что решил, будто бы мы предали вас. Воин не отводит глаза. Клянусь. Эль Джонсон мешкает, но как он может порицать сына за то, что тот не замечал недостатков командиров, если сам Примарх не догадывался об измене собственных братьев, пока не стало слишком поздно? Кроме того, люди вокруг считают Забриила своим защитником, а это хотя бы косвенно указывает на то, что он не отдался той же тьме, которая поглотила еретиков под предварительством Хоруса. Нелегко принять твои слова десяти тысячах лет, говорит Лев, но я им верю. Он поднимается и протягивает руку Забриилу. Это больше символический жест, нежели реальное предложение помочь, ведь космодесантник может встать и сам. Забриил не шевелится. А ты клянешься? Примарх хмурится. В чем? Клянешься ли ты самым дорогим тебе, что сохранил верность? Что ты, Лев, любил Императора и человечество, а обратился против своих генных сыновей лишь потому, что решил, будто мы предали тебя? Эль Джонсон начинает глухо рычать, возмущенный тем, что один из его воинов сомневается в нем, но придерживает язык. Похоже, Примарху следует многое узнать, а Забриилу, судя по его хорошо заметному возрасту, наверняка известно больше, нежели любому человеку на Камарте. Кроме того, Лев не видит смысла воздерживаться от честного ответа из-за одной лишь упрямой гордости, ибо он уже лицезрел, как по ее вине галактику разорвало на части. Клянусь, отвечает Эль Джонсон. Объединившись с космодесантником, Лев решает поднять восстание выживших людей и отбить имперский мир из рук терроризировавшей его варбанды десяти тысяч глаз. Для совершения такого плана, Примарх совершает налет на бывшую базу ордена наследника кровавых ангелов, которая теперь служила прибежищем космодесантником хаоса. Во время битвы Примарх снова оказывается в зеркале Калибана, где находит силовой меч. Повелитель первого назвал его верностью, ибо именно в верности Лев поклялся отцу и всем людям Империума. Вернувшись в лагерь, Примарх принес не только вести о Триумфе, но также оружие и припасы, которые еще годились к использованию. Народ взирал на Льва с изумлением, ведь он покончил с этой угрозой всего за один день. После освобождения планеты, Лев почувствовал некий зов, на который он решил откликнуться и взял с собой почетную стражу, собранную из самых умелых выживших гвардейцев, именующих себя Львиной Стражей. Следуя зову, Примарх вновь неосознанно совершил путешествие сквозь загадочный лес Зеркала Калибана и очутился уже на другой планете, которая носила название Авалус, где Льва и его стражу встретила местная администрация и, признав в нем Примарха, передала ему бразды управления военными силами. «Сомнений нет», — хрипло произнес Шавар. «Он Лев Эль Джонсон». После его заявления на миг воцарилась тишина, что сменилась какофонией неописуемой радости. Всякий намек на порядок исчез, когда до ушей каждого из находящихся рядом людей дошли слова, которые до сего дня они не то что не надеялись, а даже не мечтали услышать. Многие радостно восклицали, некоторые смеялись, и по щекам большинства текли слезы восхищения. Несколько человек просто вопили, сжав кулаки и запрокинув головы, ибо напряжение и тоска, копившаяся внутри них в нынешних условиях, наконец нашли выход. По сути, для них ничего не поменялось, ведь они никуда не делись со своей планеты и осажденной системой, однако в определенном смысле жизнь людей кардинально преобразилась. Как сказали бы мои кузены из 13-го, теоретически все оставалось примерно таким же, как и прежде, однако практически возможности открывались совершенно иные. А может и не сказали бы. С момента моего появления в реальном пространстве я не говорил ни с одним ультрадесантником и не представлял, оперируют ли они до сих пор такими понятиями. Даже спустя столько лет я мог случайно выдать, что попал в настоящее из другого времени. Маршал Харадж сохранила какое-то подобие чинности, но опустившись на одно колено, Сина так и не вытерла слезы, бегущие по татуированным щекам. «Владыка Лев!» провозгласила она достаточно громко, чтобы мы ее услышали. «Аволус ваш!» «Нет», – произнес примарх, «не мой». Его слова заставили всех утихнуть. Никто не мог точно определить, какой смысл вложил Эль Джонсон в это заявление, и в глазах Харадж я увидел сомнение. Сина обеспокоилась, что не проявила нужной восторженности, что повелителю первого требовалась более выразительная демонстрация их верности. Она ошиблась. «Аволус ваш!» – решительно сказал Лев. «Я не собираюсь править. У меня одна цель – очистить звезды от мерзостей, которые терзают человечество. Передадите ли вы под мое командование свои силы, дабы я достиг ее?» Харадж разинула рот. Просить военачальника передать руководство кому-то другому – это нечто из разряда «вон». Однако Маршалл была готова отдать что угодно. И вообще, много ли смертных, которых примархи просили о чем-то, а не просто повелевали? Во взгляде Сины я заметил облегчение. Она поняла, что больше на ее плечах не покоится бремя ответственности за судьбу целой звездной системы. Харадж склонила голову. «Конечно же, Влада Калев, они в вашем распоряжении». «Благодарю вас», ответил примарх, помолчал секунду, условно раздумывая о чем-то. «Маршалл, на Авалусе или в его звездной системе есть космодесантники?» Сина покачала головой. «К моему величайшему сожалению ни одного повелителя». Она нахмурила лоб. «А разве темные ангелы не с вами?» «На текущий момент лишь забрил», произнес Лев, указывая на меня. «Я возвратился при необычных обстоятельствах». Но, неважно, давайте же приступим к работе. Обращу особое внимание вот на что. Я не желаю никаких церемоний или торжеств в мою честь. Мне нужно лишь как можно скорее взяться за дело. Мне прекрасно известно, что предатели редко ждут, пока враг подготовится к их нападению. Впрочем, весть о моем прибытии может благотворно повлиять на людей, поэтому распространите ее. Даже через варп», добавил он, будто подумал об этом только сейчас. «У вас остались астропаты?» «Да, владыка, у нас есть хор», ответил Харадж. «Тогда пусть он кричит о том, что вернулся лев». Используя новые возможности и навыки Зебриила, примарх собирает под свои знамена всех лояльных падших ангелов, которые согласились снова биться с ним бок о бок. С этими силами примарх ведет ожесточенную кампанию против варбанды Тысячи Глаз, эпилогом которой стала битва с их предводителем Серафаксом. Падший раскрыл, что намеревался извлечь душу льва из своего тела и использовать ее в качестве марионетки, чтобы получить аудиенцию у Императора. Затем Серафакс использовал порабощенную форму льва, чтобы убить Императора, что, по мнению Серафакса, повысит повелителя человечества до нового божества варпа, чтобы уничтожить как хаос, так и ксеносов. Однако, благодаря вмешательству восставших, лев смог освободиться и победить Серафаксом. После победы над Серафаксом, лев продолжил осваивать новые силы и попытался разгадать тайну Зеркала Калибана. Вернувшись в место, которое Смотрящий предупреждал его не входить, лев обнаружил там демона, который мог менять форму в облике его братьев примархов. Во время схватки демон принимал различные облики всех сыновей Императора, что ввергло льва в замешательство, позволяя демону теснить Эль Джонсона. Ударившись о перемычку, Эль Джонсон неуклюже сваливается в темноту, вращая головой по сторонам и напрягая все свои чувства, лев с трудом поднимается на ноги. Снаружи виден слабый свет, но он не проникает внутрь здания, как ему следовало бы. Колебанец ничего не видит. И он знает, что будет дальше. Сначала лев ощущает справа от себя чье-то присутствие, невесомое, словно мысль. Примарх резко поворачивается в ту сторону, но там уже никого нет. Затем тоже присутствие возникает слева от него, легкое, будто воспоминание. Оно исчезает точно так же, а потом тьма прямо перед Эль Джонсоном расходится, открывая его взору бледное лицо с двумя темными шарами глаз. Они видят будущее и не ведают пощады. Я хоть знал, кто из моего легиона заслуживал смерти, шепчет Конрад Керс ночной призрак. Все они, рычит лев. Керс улыбается. Это я тоже знал. Он подается назад и исчезает. Эль Джонсон хорошо знаком с охотничьими приемами своего брата, поэтому поворачивается к дверному проему, ожидая, что оттуда на него спикирует ночной призрак. Однако же Конрад нападает сзади и пробивает когтями сначала доспех, а потом и ребра льва. Меня называли чудовищем за то, что я терроризировал миры, но ты их просто уничтожал, шипит Керс в ухо брату, объятым мучительной болью. Благодаря моей репутации планеты сдавались, только узнав о моем приближении, а ты без предупреждения обрушивался с небес и испепелял саму землю. Он смещает пальцы и по телу колебанца прокатывается новая волна страданий. Так скажи мне, брат, почему ты герой, а я злодей? Лишь потому, что я оставлял в живых горстку ничтожеств, которые потом рассказывали обо мне? Схватив Конрада за руки, лев вытаскивает когти из своего тела и отшатывается прочь. Когда он оборачивается, ночного призрака уже нет на прежнем месте. Я не герой, произносит Эль Джонсон сквозь стиснутые зубы. Я делал то, чего требовал от меня повелитель человечества, ибо верил, что ему лучше знать. Я был необходимой частью его плана по объединению и спасению людей. Как благородно, шепчет Керс из тьмы. А вот ты злодей, продолжает колебанец, сжимая и разжимая кулаки, потому что наслаждался своими поступками и продолжал совершать их даже после стать. Возможно, наш отец сделал свою работу даже слишком хорошо, шипит ночной призрак и выскакивает в поле зрения льва, целясь когтями ему в глаза. Эль Джонсон перекатывается в сторону и упирается в дальнюю стену. Тебе остается лишь винить императора, ведь ты сам не желаешь брать на себя ответственность за свои действия, говорит лев, ожидая следующей атаки Конрада, которая неизбежно случится. Ты любил в рабство вместо того, чтобы проложить собственный путь. Колебальница осторожно поднимается. Отец еще не проиграл. Пока я жив и защищаю эту галактику, он не проиграет. Ты не знаешь, о чем говоришь, рычит Керс. Конрад подобрался неприятно близко, но не настолько, чтобы Эль Джонсон понял, где находится враг. Возможно, отвечает лев, но ты давно мертв, а я припираюсь с призраками. Свет, который Примарх видел снаружи, вновь вспыхивает на стене за его спиной. Обернувшись, Эль Джонсон видит, что сияние исходит от висящего там каплевидного щита. Он богато украшен, а на его поверхности красуется рельефный орел, увенчанный лаврами. Лев протягивает руку. Когда пальцы Примарха касаются щита, огонь, ярость. Он стоит на поле боя со щитом на руке под темными небесами, но он видит все звезды и знает их названия и чувствует все вокруг себя. Всех страдающих и кровоточащих и умирающих людей, и всех этих мерзостных ксеносов, и всех мелких существ, которые прогрызаются сквозь почву и деревья и траву и ветер. Он чувствует все это и оно все связано единой сетью силы, она не подавляет его. Просто именно так он живет мгновение за мгновением. Эль Джонсон пошатывается. Щит уже у него на руке. Ему знакомо то, что касается его разума, ибо колебанец уже ощущал это прежде. Отец? Он мертв, глупец! Шипит Конрад Керс и тени вновь расходятся, чтобы извергнуть из себя поджарое сознание, стремящееся пронзить льва когтями. Повелитель первого поднимает щит императора и клинки ночного призрака бессильно ударяются об него. Керс или же существо, носящее его лицо, сущность, которую отец Эль Джонсона поставил охранять это место, дабы отваживать недостойных, визжит и отскакивает назад, но недостаточно далеко. Примарх чувствует, что сквозь щит струится энергия. В ней ощущаются отголоски эгиды императора, что защищало его дворец, отвращая силы варпа. Бросившись вперед, лев валит ночного призрака с ног ударом щита и сверху прижимает им врага. Варп создания сменяется и будто выкипает изнутри. Так уничтожается сама его суть. Колебанец смотрит, как она визжа иссыхает и отправляется в небытие. Потом он поднимается на ноги, Конрад мертв. Причем уже очень давно, и лев Эль Джонсон не испытывает никакого удовлетворения, наблюдая за тем, как гибнет подобие Керза, ведь он сам так и не смог прикончить настоящего ночного призрака. С прошлым покончено, его можно похоронить и предать забвению. Во тьме и мраке этого далекого будущего есть только война. Лев ждал вести о том, что Империум все еще существует в том или ином виде. Он отправлял экспедиционные корабли и велел остропатам непрерывно выкрикивать в пустоту безмолвные сообщения, но обитатели каждой новой системы, которую его силы говорили одно и то же. Мы были сами по себе, отрезанные ото всех и мы ничего не знаем о событиях в остальной галактике. Но сигнал Лева все же не остался без ответа. К нему на аудиенцию прибыл командор Данте, магистр кровавых ангелов. Носовые рампы громовых ястребов опускаются и по ним с троевым шагом сходят войны в кроваво-красных доспехах. При виде сыновей Сангвиния на Эль Джонсона накатывает приступ скорби. Одно дело знать, что твоих верных братьев больше нет и совсем другое видеть подобное напоминание о них. Неожиданно для себя Повелитель Первого чувствует вину. Почему выжил я? Почему из всех нас такой удел достался мне? Впрочем, в то же время он тщательно обдумывает и анализирует происходящее. Шестьдесят космодесантников могучая сила, особенно если они вооружены, оснащены и организованы в отделении так, что в этих аспектах сынам Льва сейчас не сравнится с ними. О, чего бы он добился с шестью десятками таких воинов под своим началом. Но они конечно же служат не ему. Кровавые ангелы прибыли сюда только с тем, чтобы почтить его. Сыны Сангвиния покинули поля своих несомненно очень важных битв из-за статуса Льва. А если их командир посчитает примарха обманщиком, когда эти воины попытаются убить его? Эль Джонсон не питает иллюзий, будь то их что-то удержит. Из стоящего посередине громового ястреба спускаются еще десять астартес, между которыми идет космодесантник в богато украшенном золотом доспехе. Из-за спины у него выступает прыжковый ранец, а лицо закрывает маска. Обратив на нее взгляд, Лев преисполняется гнева. Кто ты? Требовательно спрашивает примарх, шагая вперед. Собравшиеся на палубе кровавые ангелы, которые до этого держали оружие, как на параде, разом берут его на изготовку, но пока не целятся в Эль Джонсона. Впрочем, Леву все равно. Кто ты такой? Повторяет он еще громче и злее, чтобы носить лицо моего брата. Примарх смотрит на отлитые в золоте черты сангвини, выражающие терзая ему сердце. Отставить, братья, приказывает воин в маске, после чего кровавые ангелы опускают оружие. Затем командир в золотой броне поднимает руки и снимает шлем, открывая взору примарха свое лицо. В нем Лев видит отдаленную схожесть с обликом ангела, хотя за столь долгий срок черты сангвини весьма сильно размылись в его потомках. По плечам космодесантника рассыпаются длинные волосы черные как вороново крыло, но подернутые серебряными прядями, а под его бледной кожей, туго натянутой из-за высоких скул, едва заметны голубые жилки. Какую бы силу и властность не изучал Баолит, примарх понимает, что он очень стар. Я Данте, командир кровавых ангелов, произносит воин в золотых доспехах. Я приветствую вас Лев Эль Джонсон, владыка темных ангелов и сын императора. Кровавые ангелы опускаются на одно колено так же плавно, как приземлились их десантные штурмовые корабли. Лев хмурится, внезапно ощутив себя так, словно его застали врасплох. Так ты уверен, что я тот, кем именую себя? Прошу простить меня, повелитель, но вы старее, чем я ожидал, произносит Данте, не поднимаясь с колена. Однако то, как быстро и непринужденно вы узнали лицо нашего генного отца, говорит о многом. Кроме того, я уже больше десяти тысяч лет служу императору, однако за это время ни разу не встречал никого, кто держал бы себя как примарх, за исключением другого примарха. Эль Джонсон моргает. Больше десяти тысяч лет? Значит, Данте воистину древний воин? И... Ульва пересыхает во рту. Постой, говорит он, другого примарха? Поднимитесь, все вы, добавляет Эль Джонсон. Просто скажи мне, один из моих братьев до сих пор жив? Приношу извинения, мой Владыка Лев, начинает Данте, выпрямляясь, как и все его воины. Я думал, вы получили вести об этом еще до нашего прибытия. Владыка Гильман ультрамарийский возродился и исцелился, выйдя из стазиса, в коем пребывал тысячи лет. Он организовал неодолимый крестовый поход, чтобы отбить Империум у врагов, пробился через великий разлом и пришел на помощь моему капитулу и нашим кровным братьям, приведя с собой подкрепление в виде Астартес Примарис, новой породы воинов, создававшейся на протяжении ста веков. В голове примарха вихрем несутся мысли. Империум до сих пор существует. Льва не объявили самозванцем, ему не пришлось вступать в отвратительную гражданскую войну против сыновей его брата. В галактике есть и другие бастионы человечества, с которыми он может наладить связь и вместе отбросить тьму. Впрочем, одна из мыслей затмевает все иные. Робаут. Я не одинок.